Следующие два танца, которые мы хотим вам представить, нацелены на первое знакомство с парным танцеванием. Первый танец можно учить с детьми младшего возраста, второй с детьми старшего возраста. У первого танца очень интересная история. Он называется вару-вару. Этот танец раньше относился к русской программе бальных танцев, в то время, когда еще было три обязательных программы на соревнованиях. Самые известные наши танцоры танцевали этот замечательный танец. Вару-вару с одного из прибалтийских языков переводится могу-могу. Детям этот перевод очень нравится, потому что от того, как они танцуют танец, тренер может сказать, у него танец могу-могу, вару-вару или не могу-не могу. И дети сами могут это очень легко определить. Итак, танец начинается с левой ноги. Приставные шаги в сторону на четвертый счет, пятка вбок. Шаг-приставка-шаг-каблук в обратную сторону. Шаг-приставка-шаг-каблук. Теперь начинаются перескоки. Это движение наконец-то знакомит их со счетом медленно и быстро. Послушайте. Медленно, медленно, быстро, быстро, медленно. Медленно, медленно, быстро, быстро, медленно. И еще очень сложно детей научить оставаться на опорной ноге. Они наконец-то понимают, что та нога, которая с весом и на которой мы опираемся, называется опорная. А та нога, которая вытянута на носочек и всего лишь касается пола, называется свободная. Еще раз посмотрите на эти легкие прыжки. Опорной ногой мы отталкиваемся от пола. Медленно, медленно, быстро, быстро, медленно. Медленно, медленно, быстро, быстро, медленно. Ну и дальше веселые детские приседания. Сели, хлопок вбок. Сели, хлопок. Сели, вперед, сели, вперед. Этот танец можно танцевать как по одному, так и в паре. А сейчас я покажу всю композицию под счет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Этот танец хорош тем, что его очень легко исполнять в паре. Совсем не нужно специально учить партию партнерши или партию партнера. Ребята просто встают напротив друг друга и начинаются двигаться каждый с левой ноги по кругу. Но отсюда появляется первый раз понятие центра пары. Хлопки в этом танце учат партнера и партнершу соизмерять силу взаимодействия. Редактор субтитров А.Семкин